...песень из беда, хор народный, живи сотни лет! Вас, дорогие юбиляры, сегодня поздравляет депутат Законодательного Собрания Камчатского края Владимир Александрович Агеев! Добрый вечер, дорогие друзья! По поручению председателя Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Кучераенко от всех депутатов Законодательного Собрания Камчатского края разрешите поздравить вас, уважаемые участники хора, с прекрасным юбилеем, золотым юбилеем 50-летия! И сказать вам, конечно, искренние слова признательности и благодарности за то творчество, которое все эти годы вы приносите всем нам, замечательным жителям Камчатского края, наших зрителей! В 1968 году был организован самодеятельный хор Север-Отласов. И, наверное, так было это примечательно, но та огромная любовь к русской песне, та огромная энергия и желание творить Виктора Михайлова сделал из этого хора действительно профессиональный коллектив, который уже через несколько лет стал очень популярным в Камчатском крае и не только в своем пределах. И, конечно, Виктор Михайлев делал прекрасные аранжировки и вашими визитными карточками стали написаны, как Амурские волны, и, конечно, замечательное произведение «Хлеб всему голова», но Виктор Михайлев писал и песни на стихи камчатских поэтов, и прекрасные песни «Здравствуй, Камчатка!» про счастье, это уже произведение самого замечательного автора. К сожалению, Виктор Икрутиевич ушел из жизни, жизнь его прервалась, но творчество хора продолжилось. И сегодня замечательный новый уже художественный руководитель, Марсель Александрович Юрьевич продолжает эти традиции. Поэтому хочется вам сказать огромные слова признательности и благодарности за то, что вы не только продолжаете традиции, которые были заложены в интернет-храновом, но привлекаете молодое поколение и сохраняете то творческое наследие, которое было передано нашим предкам. Творческих успехов, огромного здоровья, новых свершений, и всего вам самого доброго! Представьтесь, дорогие собрания! Обожаю, что нужно вас. Вот хотелось бы вам передать вот этот замечательный привет сенатр, сделать очень много хороших слов. И от нас, еще и депутатов, хотелось бы вам вручить книгу, которая стала бестселлером, книга Сергея Гаврилова, «Край Камчанский», «Край Рыбацкий», «Край Морянский». Мы сегодня находимся в колхозе имени Ленина, и, конечно, здесь очень много моряков, рыбаков прославленных, и в этой книге тоже есть замечательные строки об этих великих действительно людях. Я думаю, когда вы прочитаете, познакомитесь еще больше с историей колхоза имени Ленина, вы сможете написать новое произведение, посвященное труду моряков и рыбаков. Я думаю, зал-то поддержит, потому что, естественно, у вас мало. Спасибо вам. Уважаемый господин Александрович, мы просим вас вручить заслуженные награды Законодательного собрания Камчатского края. За большой вклад в сохранение и популяризацию русской песни на Камчатке и в связи с 50-летним юбилеем заслуженного коллектива народного творчества хора имени Виктора Михайлева почетной грамотой Законодательного собрания Камчатского края награждается Александр Александрович Дегтярев. Благодарственное письмо Законодательного собрания Камчатского края вручается Наталье Васильевне Шуровой. Татьяне Михайловне Косаченко Дорогие юбилеры, ну а теперь принимайте поздравления от председателя городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа Галины Васильевны Монаховой и секретаря Петропавловск-Камчатского отделения партии «Единая Россия» Андрине Викторовича Боровского. Мы решили сделать так, потому что на самом деле коллектив, который стоит на сцене это один из самых любимых, самых востребованных коллективов, которые пропагандируют, любят, изучают и сохраняют народную песню. Я, когда сидела на открытии концерта, думала, что сказать сначала, а потом, с самого первого выступления, уже сразу настроила на лад профессиональный. Дело в том, что программа концерта открылся очень потрясающим жанром лирической протяжной песни, очень сложной подгалочной полифонии. Уважаемые друзья, я хочу сказать, что этот жанр, это только русский жанр, только русской музыке, народной певческой свойственен он. И то, с каким мастерством была исполнена эта песня, делает коллективу самые высокие уровни профессионального исполнения. Спасибо вам за ваше творчество. Еще хотелось бы просто добавить. Хор имени Михалева, на самом деле, в моей памяти, он известен как хор Декаси Рогласка. Как-то он очень долго сохранял это название, пока не было присвоено званию Виктора Иннокентьевича. И мне бы хотелось очень поблагодарить колхоз имени Ленина, потому что я знаю, какую поддержку оказывали они на порах становления и развития этого коллектива. Конечно, руководство Дома культуры Сармазки сегодняшнее, которое делает очень много на него. И вот в этом контексте, конечно, мы должны сделать все, чтобы хор сохранил свои богатейшие традиции, свое мастерство и процветал на многие-многие годах. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Пожалуйста, пожалуйста, ваше начало. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, и еще бы в базе языка слов «Благодарности». Коллектив насчитывает 50 лет, но есть люди, которые работали очень долгое время здесь. И мне бы хотелось вручить цветы от депутатов городской Думы Петропавловска-Камчатского городского округа двум замечательным женщинам. «Любовь Максимовна Данилова», которая у вас в горе более 40 лет. Спасибо, огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И этот вот я бы хотела вручить старости хора Зое Карловне, Мудреновой. Зое Карловне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Оно постоянно такое, говорит о том, что действительно хор имеет большое значение для развития культуры не только в городе Петропавловск-Камчатском, но и в Камчатском крае вообще. Мы с удовольствием поздравляем хор с 50-летием, желаем дальнейшего развития, дальнейшего пополнения хора новыми голосами и с большим удовольствием поздравляю вас с этим прекрасным событием. АПЛОДИСМЕНТЫ Сладкая ваша жизнь! С праздником, дорогие друзья! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...